Вы вносите такую технологическую струю в нашей конференции. Технологическую? Технологическую. Магический реализм в российском загрязнике на искусстве и дизайне. Я понимаю, что две трети аудитории находятся в комодозном состоянии. Поэтому я работаю по сандатским кранам. Я смотрю, я имею в виду сокращение. Итак, магический реализм. Это стиль и творческий метод. Современный. Он возник в 20-х годах прошлого века. Итак, это стиль и творческий метод, при котором в произведении органически сочетаются элементы объяснимого и мистического, реального и фантастического, бытового и мифического. То есть от смешанных браков рождаются интересные дети. Вот магический реализм – это органическое сочетание мифического и реального. Это не сказка. Это наша повседневность, которая нафарширована, напичкана тайными, загадками, волшебством, так сказать, легшими всякими персонажами эзотетическими. Ну, например, хочу привести пример из литературы. Это Булгакова, Мастер и Маргарита, наверное, все абсолютно сто раз читали. Вот. Это реальное произведение. Но там есть Волк, там есть Кот, там есть Ряпонский Пилат. То есть там есть эзотерические персонажи. Или работа Маркеса, классическая работа в литературе «Сто лет одиночества». То есть это реальная ситуация, абсолютно реальная, но в нее вкреплены органично, художественно, эстетично, ввешены эзотерические элементы. Этот термин был введен как синоним постэкспрессионизма. И в литературе часто их сейчас путают. Но все это синонимы. В стиле постэкспрессионизма. Значит, можно, ну, опять-таки, если говорить о дискуссии, которые тут принят в собой литературе, это промежуточное обменение между сюрреализмом и классическими стилями. Классическими стилями. То есть многие называют магический реализм, многие называют его романтическим сюрреализмом. То есть тут есть дискуссионные понятия. Он впитал в себя, конечно, элементы сюрреализма, но он впитал в себя элементы классицизма и романтизма. Вот такой гибридный стиль, который сейчас бурно развивается. Сейчас взрывной интерес, взрывной интерес буквально вот этому стилю и в изобразительном искусстве, и в дизайне. Ну, эти два направления, ну, с тесным звукайцем. Дело в том, что, хорошо это или плохо, но наши, так сказать, дети и внуки, они повально увлечены компьютерными играми. Хотим мы это или не хотим, мы можем сто раз критиковать, но это факт. Индустрия компьютерных игр огромна. И компьютерные игры – это все произведение, как правило, магического реализма. То есть кто-то играет, присутствующих студентов, наверное, вам там задали игры. То есть там эти игры насыщенные гупырями, лешенькие такие вот волшебники, они теперь насыщены. Иначе это будет, так сказать, эта игра не привлечать внимания. Индустрия компьютерных игр, индустрия сценографии, индустрия иллюстрации, книжно-журнальные иллюстрации. То есть масса продуцируется, так сказать, вот, литературных произведений, которые нужно иллюстрировать. Те же, так сказать, произведения связаны и с Гарри Поттером, те же произведения, это, так сказать, Василин Голец, и так далее, и так далее, и тысячи. Иллюстрация этих произведений – это и есть продукт магического, магического реализма. Ну, основной инструмент, основной творческий инструмент, которым работает мастер, художник и дизайнер, стиль магического реализма – это воображение. Значит, здесь, так сказать, не подходят, допустим, семиатические подходы или логические какие-то конструкции. но идея магического реализма стара как мир, в принципе. То есть идея не нова. По существу магический реализм иллюстрирует старинную мысль, о том, что, которая очень отображается во всех философских учениях и иллюгиозных учениях, это мысль о двоем мире, о раздвоении сущности внутри реальности, видимую, это, значит, видимую, очевидную, физическую и скрытую реальность, невидимую, метеоритическую. То есть идея двух реальностей, вот она и реализуется в произведениях магического реализма, которые сейчас, повторяю, очень востребованные, очень актуальные. Ну, мы попытались для цели настоящей конференции сформулировать основные характерные черты магического реализма в изобразительном искусстве и дизайне. Хоть он представлен во всех жанрах, и в кинематографии, и в литературе, и в музыкальном смысле. Ну, вот основные, самые характерные черты, по которым можно тестировать любое произведение. Она относится к стилю магического реализма или нет. Ну, то есть первый элемент активное использование символов, метафор архетипических образов. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, сейчас, разберемся. Вот это? Да. Реализм процентный, если я очень шире, реализм процентный, за дорожечек. Так что, активное использование символов, метафор архетипических образов. С метафорами символами дело дрянь. Если сейчас предыдущая рата, она пыталась нам рассказать, что в серебряном веке там птицы несли какую-то символику, вот так она, наверное, и есть, но это все крохи. Вот это, ну, птицы, ну, несли в 17-м веке, там несколько птичек. То есть нам нужны глубокие символы, которые не разработаны. Первое, с трудом, разрабатываются со временными художниками и дизайнерами. Ну, например, нам, господин Паком, вчера нам нашел, что Ерофеев был, так сказать, из пытичного сексуалии, эротичного, эротичного, как-то называется, Ефрема, Ефрема, Ефрема. Да, да. Но как отразить, как отразить, да, там тризм, эротичность, Ефрема, так сказать, графики. Живописи. То есть нам нужны какие-то договоренности. Символы – это миф. Нам нужны, значит, мифы, символы, которые были понятны и художнику, и зрителю. Вот это, в ряде случаев, мы сейчас будем реализировать, удается создать такие символы, вначале работа в самом случае метофоры. Ну, о юмке тут говорили уже миллион раз сегодня архедемическое оружие. Второй элемент – искажение, коллапс времени и пространства. Мы проигистрируем конкретные примеры. Контраст прошлого современности и с будущим, представить третий этаж элемент – контраст астрального и физического. Ну, из таблицы видно, это цепь гармония между эзотерическими и обыденными объектами. А в этой цифре это означает частота использования в современных произведениях. Частота использования от этого элемента дизайнерами и художниками. Присутствие фольклора, сказок о михологических и оригинальных сюжетах. Я вот, кстати, в «Ланан» сегодня ночью полу, на счет этого пункта. Дело в том, что нам вчера кто-то сказали, фамилии не помню, что сказки должны нести ременшиманизм. Он прав, по-моему, он вообще убедил меня. Но вот как раз наша карта сейчас работает над иллюстрацией. книги заказывали «Сталь-Сталан» из Питера и «Сталь-Сталан» в сказки народов русского севера. И может быть готовы предварительно эскизы, много концепций мы согласовали и работали. Там элементов шамонизма нет. Я в этом вообще думал, как отразить шамонизм. Элементы шамонизма, в которых он меня почти убедил. Это как-то, наверное, можно. Повышенное внимание к проблемам смерти и загробной жизни. седьмой элемент и повышенное внимание к эмоциональному суставе личности. Частота известна. По многих произведениях магического реализма ярко проявляются мотивы я уже говорил о магическом реализме, а также мистики и гидиозные сюжеты. таким мотивам то есть экспрессия, апокалипсис, экспрессия, апокалипсис, этопические образы. некоторые параллели можно провести между магическим реализмом и экзистенализмом, в котором делается аспект на уникальность, на эмоциональность быть на человеке на глубину его эмоциональной природы. хором И я еще хочу представить примеры изобразительной искусстве и примеры дизайне. Я уже в дизайне повторяю иллюстрации, это компьютерная иллюстрация, это сценография, это дизайн костюма. Вот отношение иллюстрации. У меня отрицательные эмоции мною болевают два дня. Вот я смотрел на выставку книг, которые предлагаются к продаже. Ну понимаете, 90% этих книг это фанатичное стояние на коленях перед вербальным дискуссом того, что вы знаете. То есть один текст. Один текст. То есть почему-то эти книги практически не инвестируются. Вот взял в руки книгу и выбросил каббалистическое видение называется. Ну ни одной иллюстрации. Как можно каббалистику еще излагать еще видение без единой иллюстрации. Так это по-моему уже близко к аномалии какой-то. То есть текст 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 наши эзотерики в мистике оккультисты просто помешаны на тексте. Вот сейчас я у девушки брал книгу азбу алхимии. Только голый текст. Толстая книга то есть ни одной тёточки даже нет. Или современный колбас стол. Там три иллюстрации тем не менее одна из них фотография иллюстрация. Значит перед нами стоит большая проблема надо визуализации наших эзотерических текстов. термин и есть те и 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 Солер какую-то свою книгу, собственный дом привез, и он наступал к церкви. Ну, в жизни недорогая вещь, вообще-то. Ну, оно невозможно выразить, я скажу банальность. Вот лучше один раз увидеть, чем в сторону сблышит. То есть, многие вещи просто невозможно вербально текстом изложить. Невозможно. Можно здесь писать тысячу страниц. Вот если иллюстрация, сразу можно поставить умные иллюстрации, разумные. Можно поставить все на свои места. Ну, я это притумал. Это вот иллюстрация. И вот сейчас нам показывали книги, то есть эзотерические издания русского зарубежья. Очень интересное было сообщение. Тогда у какого-то издания были хорошие иллюстрации. Где-то, где, наверное, в России и так далее. Так что можно здесь захотеть. Первое, что надо уметь делать. Я считаю, что нам нужно, может быть, строить секцию. Визоризация эзотерических текстов. Условно. Условно название. Да. Так, значит... Это да. Значит, есть... У нас три классика есть. Классика магического реализма. Это Шангау. Всем известный. Чурлёнец. Вот у нас работа. Чурлёнец. А что мы так вот знаем? Ничего. Ну, наверное, знаете. Да. Всем справа. 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 Плес. Видите, это магический вес. Это не обычный вес. Это не цифру. Он содержит элементы и того и другого. Мат Шагал. Классик. Так, наше время есть. Ну, да. Вот. Посвящение Полинэру Мат Шагал. Ну, мне хочется комментировать, для нас нет времени. Я и моей деревни Мат Шагаловы. Это пошел Николай Загреков. Он вообще русский художник, но последний там художитель, но он считается, так сказать, вот его работа «Медитация» Николая Загрекова. Пейзаж. Георг Шлях. Несмотря на фамилию, это русский художник, потому что вас не скучает. Жена, обреженная в самом своем своем Драконе. Да, символов много, конечно, но нечистый символизм, нечистый, нерафинированный. Да, нечистый символизм. Ну, мне хотелось бы просто, да, писать никого в одном коне, да. Мне хотелось бы больше показать, конечно, работы молодых. Вот пошла молодая художница, она современница, она, так сказать, моложе меня на много лет. Значит, тут в середине виден какой-то глаз. Называется, картина «Слетит». Ольга Молчанова, так сказать, да. Такое впечатление, если смотреть картину в оригинале, что кто-то за вами в лесу наблюдает. Так, это обзорил Книна Валетова, молодая в Ашкинской. Подождите за. Выход в другую реальность. Да, еще я не сказал, что... Конечно, автоматический реализм, он незаменим, если работает, создает же произведение виртуальной реальности или, конечно, сейчас говорят, дополненной реальности. Вот эти все произведения виртуальной, дополненной реальности, то есть другой реальности. И это все сфера деятельности. Вон, губернаторские судьбы Нина Валетова. Злой праздник. Платон и Кассандра. Так, это совсем молодой питерский художник Алексей Андреев. Значит, он взялся проиллюстрировать книгу братьев Стругацких «Книг на обочине». Очень серьезно произведен это задание. И, естественно, он принял жанру. Он принял жанру магического реализма. А что еще он мог принять? Почему так? Почему так? Почему так? Стакан. Почему так? Почему так? Нет, это не какие-то обычные. Это жук-волейные стаканы. А это шен. А еще и шен. Это шен. Это пилочка. Да, 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 да. Электричество. Электричество. Ну, он истинный. Он истинный. Истинный. Ну, вообще, он истинный. Всего Стругацких, да? Пять книг на обочине. Ну, вот, какие музыканты на обочине. Это, элемент дизайна, это значит обои. Обои для живых помещений, ингенеров стиле магического реализма. Это да. Ну, вот так я призываю авторов, кто сидит, много специалистов, которые пишут книги, и, слава богу, по эзотерике. Я призываю их, так всегда, пытаться проиллюстрировать свои произведения. Это надо привлечь художников, дизайнеров. И... Да, сейчас, по-моему, мы видели на следующей конференции, чтобы мы видели книги, богато проиллюстрированные. А что мы с вами? Мы готовы. Мы готовы бесплатно обиллюстрировать. Это мы там делали форму проекта. Так, пожалуйста, я закончу. Каковы основные признаки магического реализа? Можете так вот по пункту? В художественном творчестве? Да. Я могу, конечно. То есть, я к таблице не могу возвращаться? Потому что дело в том, что вы художник... А, именно по таблице? Да, по таблице. Потому что, ну, тогда, наверное, едва ли не все художников можно считать магическими реализа. Боже мой, нет. Потому что они же все используют какие-то подобные... Ну, обсуждая в каком объеме. То есть, главное, понимаете, это произведение целиком мифологичное. А здесь в магическом реализме должно быть объемичное сочетание реальности и эзотеризма. То есть, надо быть... Вот. Что случилось? Вот. То есть, это как, получается, как городской федерентисе, да? Вот новое направление, которое сейчас происходит, и современное мифа-гоносо. То есть, когда переблетает действительно историческое, то есть, наше мифорическое констрите, да? Ну, может, историческое. Но реально историческое, реально. Историческое может быть мифологическое. Это входит в наш мир, в наш мир, в наше время, в нашу бытность, да, и вот как бы, во-первых, которые... Я с вами полностью согласен. Реальный исторический контекст и плюс некоторые мифологические... То есть не фэнтези, а именно реальные... Да, элементы эзотерические. Это большое искусство именно их органично сочетать, чтобы, ну, так сказать, было такое цельное произведение. Понятно. Пожалуйста, еще вопросы какие-то, соображения? Потому что доклад вызвал очень здоровое отживление, а за этим, да, никого не хотят поделиться своим точнее время. Я повторяю то, что, кстати, озвучил, вот, господин Пухумов, мы готовы бесплатно помогать им инвестерированию ваших произведений. Не обращайтесь. Просто не расслабляю. У нас есть студия, которые пишут курсовые дипломы. Совершенно верно. Дипломы, да. Формы своеобразные, да? Да. А качество гарантируете? Ну, величину качества. Да, величину качества. Так, я полный вопрос. Так, я полный вопрос. Вопрос, поскольку художник должен быть посвящен пониманию, насколько он должен знать материал, потому что на Западе есть художник Матрей Бакет, или есть автор, который, например, Сапалом Мори и Брак Морис, на котором он посвящен, они практикуют Матрию, и они хорошо понимают то, что мы имеем здесь налоги. Особенно куда-то еще пришло больше от них. И поэтому вопрос художники, которым вы предлагаете, будут ли они погружаться в эту тему, или они изображают что-то, и будут ли они чувствовать фальшив? Ну, потрясающе правильный вопрос. Вы, так сказать, наступили мне на мозоль. Я об этом думаю уже давно. Конечно, нам нужно... Это моя критика АЕМ, допустим, и те, кто работает вот так. Они пишут хорошие книжки, но они пишут книжки для специалистов. Это все нужно. Для художников. Нам нужна такая книжка, допустим, волшебство для художников и дизайнеров. То есть надо художников учить, конечно, основам. Не нужны нам глубины Востокреста. Боже, пусть это, да. Или теософские, губины Востокреста, но какие-то основы надо дать. И вот, например, нужно создать именно такое пособие, я думаю, рано или поздно оно будет создано, так сказать. Вопрос в ближайшем направлении, так сказать. Иногда отказываются художники проинтересовывать, проинтересовавшись, чтобы готовы издательство хорошо заплатить. Они, мне, по крайней мере, большинство художников нуждаются. Нуждаются информацией. Конечно, это было бы совершенно бывает. Это было бы на популяризательство. У меня книжка, которая была здесь презентована, видишь, «Жена качества». По-моему, она, так сказать, много полезного содержит. Мы пользуемся книгой «Утро магов», знаете, известно. Прекрасно написано, так сказать. Но мало. Мы ждем, чтобы создадить такие произведения, но под вопросом господина Кухомова. Такие книги появятся, и будет обидно, если не воен. Они позалез нужны. Вот, то есть пособие, может быть, справочное пособие, может быть, из-за... Вот, надо нас вводить. Многие глубины мы не знаем, не глубины, а многие основы. И поэтому часто произведение не очень адекватно тексту. Да. Это вообще отдельная сторона, крайне больная для России, представляете. Вот как там, на Западе, и как их погружают в художники? Они не выходили из этой культуры. Она вот постоянно была. У нас был разрыв на 70 лет. Наши ректоранты, нам сказать, готовы ввести курс для пособствовательных дизайнеров. Он говорит, ну, некому преподавать этот курс. Я, ну, сректовым вопросом решен. Так вот, вы преподаваете. Я еще не погружен. Не волшебный, вы только вы. Безумно острый вопрос, на самом деле. Так, коллеги, пожалуйста, еще какие-то вопросы с обращением? Вообще, если можно, еще маленький вопрос по количественному методу. Там вверху у вас поменованы некие характерные черты логического реализма. И справа колоночка с использованием этого художественного произведения. Как это делается? То есть, как вот этот количественный метод работает? То есть, собирается комиссия, там, голосование, вверху, ну, просто интересно, как появляются эти цифры? Это, нету фокусной группы, создается фокусная группа, фокусная группа. Мы взяли, допустим, 100 произведений магического реализма, и каждый из членов группы определял, какие элементы вы в этом произведении, в этом, в этом, в этом. Ну, соединялось все это, да? То есть, чистое количество методов. Чистое количество методов. Ну, вот, в магическом направлении, в историческом, в красе разных текстах возможно и, так сказать, направление, которое идет от Мандриана, которое, по сути, тоже из величества количества. Да, ну, теоретически, это альтернативно тому, что вы показывали. Вот, и все направление беспредельного искусства, оно, может быть, не так может быть повествовательно, не так нарративно, но, может быть, более, как бы, тонко, духовно, изысканно. Может, привозить содержание текста в визуальную форму. Безвождетое искусство здесь. Просто, чтобы вы не затронули эту... Нет, ну, не затронули. Это должно быть предметное искусство. Вот реальность, чтобы, конечно... Да, реальность плюс эзотерика. Вот, должен быть такой микс, такой... Он не добрый, это одна из, как бы, версий, иллюстрации... Это будет уже, так сказать, вот, да... Уже может быть, действительно, в чистом роде символизм, так сказать, если будет беспредметное, а не фигуративное искусство. Ну, символизм и есть фигуральный способ. Да, ну, может, не величие, не фигуративные. Это уже будет абстрактная какая-то живописка. Вот, но, если говорить о современном понимании мутического реализма, то реальность плюс эзотерика. И органично, и, так сказать, эстетично выразительно. Ну, одно замечание только. Вы знаете, это всегда очень опасно. У меня, например, книга Владимира Соловьева «София». Очень хороший художник, но он на обложке поместил прекрасный портрет, мой любимый портрет Владимира Сергеевича Соловьева, работая «Ярошенко». И на фоне афродиту мирусскую, афродиту кмельскую. Я просто ошалел. Понимаете, он издатель вообще... Но меня задавили издатели, и все, потому что, ну, вы понимаете, двери обнаженной девушки на обложке, книжка расходится, как горячие пирожники. Но, ну, вот, понимаете, это настолько опасно. То есть художника еще надо сначала выучить, ему надо рассказать. Ну, что я тебе делал вопрос? На сегодняшний день надо совместно. Да, да. Вот черновец, хорошо ему, понимаете, у него же видение и, так сказать, живописные работы. Я считаю, что 99% обложек, которых мы видим здесь, они совершенно, так сказать, безобразны. То есть, на сегодняшний день, пока нас не обучили, надо совместно. Эзотерик, кто-то замерзал художника, будет работать над концепцией, над эскизами. В следующую обложку нашего сборника будет... Да, да. ...не обучили... ...как я писал... ...поскоп... ...поскоп... ...медомиция привести. Спасибо.